В настоящее время заключен договор с новоподрядной организацией, на которую возложена обязанность закончить те недоделки, которые были в работе предыдущего подрядчика. С ним проводятся регулярные совещания на предмет контроля их деятельности. На данный момент все физические работы, то есть прокладка трубопроводов, установка каких-то приборов, задвижек и так далее, физические работы на котельной уже выполнены. Но так как котельная является объектом повышенной опасности, то просто так запустить то оборудование, которое там уже установлено, невозможно. Нужно согласовать исполнительную документацию с облгазом, нужно получить допуски Ростехнадзора, который является контролирующей организацией в этой области. То есть в настоящий момент идет бумажная работа. Она осложняется тем, что часть документов, к сожалению, были утеряны. Сразу хочу сказать, что все те недоработки, все те расходы дополнительные, которые несет администрация Сергея Посадского района в связи с этим, через суд по исполнительному листу будут взысканы с того подрядчика, который допустил эти недоработки. Соответственно, сейчас, к сожалению, часть документов утеряна. То есть это, например, паспорта на оборудование. Но, к счастью, все это можно восстановить. Просто это занимает дополнительный объем времени. Сегодня я провел переговоры с подрядной организацией. Она рассчитывает закончить согласование документации в конце февраля месяца и уже провести пуск наладочной работы. Пуск наладочной работы, к слову, означает, что котельная будет работать уже под нагрузкой. То есть котельная выработает свой первый тепловой ресурс, свои первые гигакалории. После проведения пуск наладочных работ, оформления акта о их проведении с участием Ростехнадзора, можно будет уже говорить о том, что котельная как объект состоялась. То есть она пригодна для дальнейшей эксплуатации.